Кирилл Друзья, ну радостно понимать, что все-таки пробки это не навсегда И вдвойне радостно осознавать тот факт, что все, наконец-то группа ПАРЭМ здесь, сейчас в прямом эфире радиостанции Азия Плюс Идейный вдохновитель, художественный руководитель Алим Ширинов напротив меня, ну и еще Али Шек Сейфулаев Привет! Привет, привет! Олим! Здравствуйте! Привет! Олим, сегодня в прямом эфире радиостанции Азия Плюс состоится премьера песни Премьера песни Айбоди Сабо Песня имеет очень интересную историю, и я думаю, что вы, именно вы должны рассказать нам об этой песне Ну, я думаю, что я начну, Али Шер мне немножко поможет в этом Песня действительно интересна в нескольких моментах На самом деле, это наша новая песня, но и как из предыдущей песни, она вроде и старая песня Али Шер написал ее очень давно Вот, мы так, группа, которая больше концертирует, чем работает в студии Хотя у нас есть две собственные студии, на которых мы записываем наших звезд таджикской эстрады Как говорится, сапожник без сапог до себя руки не доходят Поэтому мы свои песни записываем не так часто, но на концертах выступаем и исполняем их постоянно Так же с этой песней, то есть мы на концертах ее пели, но записать никак у нас не получалось Но потом, все-таки, в прошлом году мы решили записать эту песню Сели в студию, прописали инструментальные партии Дальше у нас был концерт в Москве, немножко приостановили это дело Потом концерт в Душамбе, опять же, работа в студии была немножко приостановлена Потом у нас случилась такая печальная ситуация, эта история Когда мы потеряли нашего друга Хаким Джона Гитариста группы Парэм 29 апреля этого года Его не стало Мы, опять же, взяли паузу где-то месяца на два Мы нигде не выступали, вообще не занимались музыкальной деятельностью никакой Потому что были немножко не в состоянии этим заниматься Но по прошествии времени мы все же решили песню добить, так сказать Потому что это последняя песня, на которой звучит гитара Хакима Вот, значит, я сделал сведение песни, потом пришел Алишер А записал вокал, буквально дней 10 назад он записал вокал Вокальную партию, прописали бэк-голоса Ну и к еще одному знаменательному событию Такому, как регистрация, государственная регистрация брака нашего соло-гитариста Алишера Которая прошла 16-го числа К этому дню мы приурочили завершение работы над этой песней То есть песня была закончена 16-го числа, как раз когда у Алишера был ЗАГС Мы провели эту церемонию, потом вернулись в ресторан в узком кругу И там презентовали эту песню нашим друзьям в таком небольшом узком кругу Ну и вот уже по прошествии 4-5 дней она будет звучать в прямом эфире радиостанции Я думаю, Алишер может сказать о самой песне, как он ее писал и что это было за... В принципе, здесь, когда слушатели послушают песню, они сразу поймут, что как бы эта песня далеко не отходит от нашего стиля Единственное, что могу добавить, к словам Улима, то, что в песне немножко здесь добавлены национальные инструменты Такие, как Сето, как Рубоп Афганский Песня сама, она по себе лирическая, про любовь Ну, чисто в нашем стиле Потому что мы, как бы, любим жизнь, любим природу Вообще, любим любить людей И песня посвящается чисто для людей, которые влюблены Друзья, вы услышите это первыми Группа Парэм с песней «Ай, Боди, Собо» Посвящение, новая работа И все это в прямом эфире радиостанции «Айзерпрус» Теперь ты пауз не делаешь Спасибо Спасибо Здесь она звучит еще Здесь она звучит Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Доброе утро еще раз Вот что хочу сказать Девушку зовут Парлина Очень красивая Бадашанская девушка Познакомились с ней в городе Харроги Случайно Шли увидели друг друга Практически влюбились с первого взгляда И она мне понравилась сразу И я ей понравилась Как-то так вот все завертелось Вот Потом она приехала сюда И отсюда я уже не отпустил ее Сказал все, ты отсюда никуда не уедешь Потому что мы еще год ждали Потому что мы еще год ждали Лето для того, чтобы свадьбу провести летом Потому что зимой проблематичному Победу провести свадьбу Холодновато Да, холодновато И так Сликовато Сляко Там все Вот это Не очень Беспособно Вот 16-го мы Зарегистрировали свой брак Теперь 24-го я еду Туда у нас будет Нико 25-го у нас будет еще одна свадьба Ну, основная свадьба И потом там еще Ряд мероприятий Шкупки 2-3 мероприятия Которые тоже Триурочки к свадьбе Этикет требует Да А вот Ребята из группы Парэм Вас будут сопровождать? Или Я очень надеюсь Мы очень хотели Очень хотели Но дело в том Что? Дело в том Что, например Я Старый отец Объемененный Большим количеством детей Вокруг меня Кормить надо Кормить надо Грудью, да Не мне же Нет Но на самом деле Просто хорок Вы понимаете Да, это не Одно дело Когда это очень рядом Но хорок Это очень далеко Они не были Они не знают Что они теряют Это понятно Что красиво Все нормально Но это очень далеко И на самом деле Оторваться от Повседневной жизни Где есть и Бизнес И в то же время Семья Которую оставить На такой долгий срок Там если ехать На дня на три Поэтому, например Ну чуть-чуть Не получается Чуть-чуть Я не знаю Что Суберджон Сейчас скажет По этому вопросу Не, я уже было Забронировал Забронировал Билет Через Дубайское Авиалини Потом, к сожалению Выяснилось Что это Оказывается Фальшивые билеты Поэтому пришлось Сдать Ну, соответственно И планы поменялись Поэтому Алишер Мы с тобой Даже если мы не с тобой Физически Мы с тобой Морально Морально Можно было сразу Двух зайцев Убить И поехать на свадьбу Алишер И еще концерт Сейчас модно На полюде Давать концерт Поэтому мы не едем У нас концерт Харроги Запланирован Еще года два Назад Он был запланирован Ну мы ему сказали Мы поедем Если концерт дадим А он Ну у меня там Туда Надо сюда Надо меня будут таскать Туда-сюда Так концерта не будет Мы сказали Да у вас концерта не будет У него же медовый месяц там начнется А ему не до нас будет А ему медовый месяц Это три Вот Ну это мы знаем Почему И поэтому все Ну убедили Убедили друзьям У меня еще такой вопрос Обычно Группа Парем На волне настроения Вот встречаются Красивые девушки В жизни Пишут песни Например Отдельная история С Негор А вот С Парвиной Теперь будет какая-нибудь Музыкальная история От группы Парем Ну будет Если только я сам Начну писать песни Из-за боев жизни Да, еще из-за боев Можно Алишера Сейфулаева подговорить Потому что Я думаю Алишер лукавит Потому что теперь Каждая следующая соло В нашей новой песне И будет посвящено Парвине Да, он песни не пишет Но соло-то он играет Вот именно И кого он себе представляет Когда он играет соло И обнимает гриф гитары Раньше мы могли только В страшном сестии представить А теперь мы знаем Что это красивая девушка Парвина Нежная Просто можно в двух словах сказать Что все песни Которые рождаются В нашей группе Они все посвящены Ну что В настоящий момент Тогда какая свадьба Без танцев И призыв звучит только один Парвиновский призыв Джонона Буро Баракс Песня, которая продолжает Наш сегодняшний эфир ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Приятная новость Вот смотрю здесь Среди вас новый человек Хотя в принципе это Хороший знакомый Это участник дуэта шабдес Султон А сколько мне известно Теперь это также Часть группы Парэм Но давайте все-таки мы их сегментируем. Также часть, это немножко неверно. И то, что новый человек, тоже неверно. В группе Парым никогда не бывает новых людей. То есть все люди, которые приходят в группу, да, и фиксируются, остаются в ней, да, это люди, которые были рядом с нами на протяжении долгого времени. То же самое касается Султана, да, то есть он, так же, как в свое время Хаким, так же, как в свое время Соберджон, он, в принципе, был знаком с нами, ему нравилась наша музыка, он присутствовал на многих концертах, организовывал концерты наши где-то даже в свое время. То есть это очень старый, близкий наш друг. И вопрос в том, что когда произошло такое событие печальное в истории нашего коллектива с уходом Хакима, по прошествии времени мы, конечно, начали понимать, что нам нужен гитарист. В принципе, мы могли бы и вчетвером играть, что мы и делали там определенное количество времени, но почему-то вот так получилось, что захотелось нам, да. И на одной из тусовок Султон был рядом. Я ему сказал, ну, приходи, поиграешь, если тебе интересно. Ну, взял гитару свою, пришел, поиграл, ну, хорошо, нормально, вроде ему интересно. В группу вроде вошел, там, где-то лажал, где-то хорошо играл. Ну, понятно, человек без репетиции первый раз пришел на выступление, да. Вот, потом второе выступление опять, третье, четвертое. И дальше, как бы, у нас в коллективе никогда не было такого, да, например, как вот, пример с Субиром, да, то есть там не было такого, что вот пришел человек, я теперь буду играть в вашей группе, или ты будешь играть в нас в группе, или Хаким пришел, там, я буду играть в вас в группе. Нет, то есть оно как бы получалось само собой. Мы человека берем, смотрим, нам с ним хорошо, ему с нами хорошо, ну, значит, все нормально. Я думаю, что с Султаном ситуация та же самая, как бы, отношение у ребят к нему очень позитивное, сам он человек хороший, больше молчит, вот. У нас Алишер, теперь Алишер стал разговорчивым на фоне его, Алишер тоже полегче стало, а то он у нас молчал постоянно. Вот, я думаю, что это очень положительный момент, то есть как музыкант он очень на высоком уровне находится, да, то есть как музыкант он очень сильный, и гитаристы, сольные партии может сыграть. Ну, дальше, я думаю, он сейчас пару слов сам скажет, выдавит из себя что-то. Дальше больше. Спасибо, Алишер. Всем добрый день еще раз. Очень приятно слышать свой адрес, такие слова от руководителя группы, конечно, это дает больше желания играть, заняться музыкой, тем более в таком профессиональном коллективе, как Алишер Сайфуловид, как Алишер Зариков, Олин Ширинов, Исобир Аминов. Ну, и со своей стороны хочу сказать, что мне надо будет работать над собой еще, чтобы влиться в этот коллектив, именно нести ту музыку, которую они играют. Я постараюсь сделать все, что возможно, как музыкант, как человек, чтобы сделать все для этой группы, и вести музыку, и делая по благо всех слушателей группы. Султон, ну, если получилось, вот уже поиграть на концертах, побыть в студии звукозаписи, какое настроение, какие ощущения, вот вообще от ауры, царящей рядом с этими ребятами? Ну, в составе группы Шабдес нас было всего двое, я и Заршет. Мы тогда, как бы, только начинали заниматься музыкой, и первый раз мы вышли на большую сцену, это в 2005 году, был Сырудисол. Потом, первый раз я играл с Романом Тингисбаевым в живой команде, там были совершенно другие ощущения, другая музыка там была. Мы долгое время играли в ресторане Стейк Хаус. Дальше хотелось участвовать, играть вживую в сильных командах. То есть человек, когда начинает заниматься музыкой, он не может это бросить. Я еще раз отмечу, что надо будет работать. Очень хочется пожелать вам успеха, чтобы все получилось, и чтобы все те ожидания, которые внутри вас, были реализованы. Спасибо. Оли, ну, группа Парем периодически дает концерты. Вы можете уже сейчас обрадовать наших радиослушателей, фанатов группы Парем, информацию о том, что, возможно, в ближайшем будущем намечается очередное мероприятие? То есть концерт, может быть, какое-то закрытое выступление? Ты точно подметил, что мы даем концерты, потому что мы, по большей части, живем на сцене. То есть в студии мы реализовываемся процентов на 40, может быть, хотя там есть возможности много, конечно, технических и прочих, но наша жизнь и наша жизнь именно как музыкантов, она происходит только на сцене. Там мы раскрываемся полностью и становимся именно теми, кто мы есть. Вот Парем такой, какой он есть, он на сцене. В студии Парем это, Парем немножко другой. Что касается концертов, конечно же, конечно же, а основные две даты, которые мы должны в этом году отметить, это 20-летие группы Парем, которая будет в этом году, коллективу исполняется 20 лет, мы, соответственно, должны отметить это событие концерта. И также этот концерт будет и посвящен памяти нашего друга Хаким Джона. То есть это одно мероприятие, которое мы планируем пройдет в октябре-ноябре месяце в Душамбе. А помимо этого, сейчас мы ведем переговоры на момент проведения концертов группы Парем в Малайзии, в Корее и в Узбекистане. Вот в Узбекистан мы бы очень хотели выступить в Самарканде и Бухаре, но в силу каких-то сложностей политических моментов, то есть там очень сложно взять разрешение узбекного, там тексты песен проверяют еще что-то, граница. Мы там музыканты, мы живем выше всего этого, мы как бы не понимаем, ну граница, ну еще что-то. Мы поем о любви, у нас нет там каких-то патриотически направленных или политически направленных песен. Мы поем о вещах, которые актуальны для людей всего мира. То есть неважно, в какой стране ты живешь, неважно, в какое время ты живешь, век назад, через сто лет. Вещи, которые будут актуальны всегда. Это любовь к ближнему, любовь к земле, любовь к семье. Вот эти ценности, которые мы продвигаем в своих песнях. И поэтому нам немножко непонятны все эти политические и другие аспекты. Мы просто хотим поделиться своей музыкой с людьми, которые живут в Самарканде и Бухаре. Мы вообще давно мечтали там выступить, но вот сейчас, возможно, все-таки это у нас получится. Дай бог, чтобы все получилось. А в настоящий момент группа Парэм с песней «Ай, Гулаг» в прямом эфире радиостанции «Азербус». Крилл, в конце надо еще раз новую песню поставить, да. Коберден, скажи что-нибудь красиво. Красиво. Не сейчас, потом красиво. Дай, я тебя сниму. Я то в промежем так красиво снял твой рот. Поширен. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Сутон, ты что такой смущенный? Надо быть уверен. Ты мне напомнил, как вот он после «За Руди Сол» интервью давал. Мы от Севера же не хотим. А мы все. Да больше его не хватило. По времени у нас остается 10 минут. Поплощаемся, поставишь. Не знаю, сейчас еще один выход и песня. Широкий угол, знаешь, что мы травим поместили. Как помещаетесь? Как вам носит сейчас? Слави, слави, слави. Слави, я еще нахожу. По компактам у меня смена 8. По компактам, не вмещайтесь. Солей. Солей. Солей, как у нас смена 8 была. Алиш, картер, ты знаешь, бро? А, бро. Шикарный ресторан из летнего павильона. Зажигательный шоу, полюбившийся евразийской и корейской кухней. Раз, два, три. Бетра. Бета. Бета. Два, два, три. А зачем? А что у вас такие лица серьезно делают? Не, нормально. Они же серьезные люди. Это ты не серьезный. Это серьезные люди. Все, вы поняли, друзья. Итак, друзья, если вы настроены на часа троллей, станция «Эзер Плюс», знайте, сегодня, 20 августа, в гостях у нас группа «Парэ». И вот, казалось бы, всегда только начали, и бумс уже и 48 минут 11-го. Незаметно, глазом моргнуть не успели. Но, тем не менее, у меня есть еще один такой вопрос. 20 лет существования группы «Парэ». Две студии. В этих студиях пишутся одни из самых топовых артисток таджикской эстрады. И Нигина Монкулова, и Нозя Крамутулова, и Тахмин Ниязова. Ну, список можно продолжать. Друзья, почему не скрасить, так сказать, творчество каким-нибудь романтичным дуэтом с одной из очаровательных артисток? У нас же был дуэт. Я дельнозы. В свое время. Вам этого показалось достаточно? Нам этого показалось. Не, не в том плане. Она прекрасный исполнитель, и действительно все получилось классно. Но так же, как все в группе, все должно происходить спонтанно, потому что так должно происходить. Мы не стремились записать дуэт. Нам надо записать дуэт, нам надо записать дуэт. Ищем кандидатку, прослушиваем девушек. Нет. Она взяла нашу песню для прохождения каком-то конкурсе. Ее там услышали. Мой друг Фирус Хакимов позвонил, говорит, Ольга, слушай, девушка, вашу песню так классно послушаешь. Я послушал. Классно. Пацанам показал. Классно. Давайте наши голоса тоже пропишем. То есть, и сделали такое трио с ней. Да, песня стала уряд у Рудесова 2004. Классно. Если Бог даст, и если звезды так сложатся, будет дуэт, будет трио, будет квартира, будет хор и симфонический оркестр в придачу. Но пока так не получается. А что же касается «До девушки в коллективе», постоянно на концертах, на любом концерте приходит записка обязательно. А мы часто общаемся со зрителями на концертах. Это одна из частей нашего шоу. Всегда приходит записка, почему в группе нет девушек. Были они. Ответ очень просто, потому что они действительно были в свое время. В самом начале зарождения группы Парем у нас была солистка в группе. И мы столкнулись уже тогда с проблемами определенными от того, что девушка присутствует в коллективе. Понятно, парни, которые могут есть с земли, спать на топчане или не спать вообще. Я уже не говорю о других разных безобразиях. В бане не сходишь. Верно. А здесь девушка, да, приходится корректировать планы. Потом у девушки есть парень. Выбирать выражения. Еще что-то, да, слова вдруг не так. Так-то мы, наверное, на репетиции можем друг друга любыми ласковыми словами назвать, если кто-то нехорошо ноту возьмет определенную, да. Вот. И это нормально воспринимается. То есть, ты сказал, сказал, все. Но если девушка, ты что, ты же меня... Все. И поэтому, в принципе, девушка в коллективе, в нашем, во всяком случае, она нам не нужна. А если получится дуэт с девушкой или даже с парнем, или с двумя девушками, то это произойдет когда-нибудь, но произойдет, потому что так... Еще раз говорю, так получится. Сложатся обстоятельства. Специально мы этого не делаем и не хотим, и в планах у нас даже такого нет. Ну и еще подтверждение той мысли, что Султон всегда рядом, что Султон, ну, жил рядом с группой Парэмут. Тот же самый дуэт, коллаборация Дельноза Акрамова. Есть дуэт с вами, а есть дуэт с группой Шабдез. Фардо песню они исполняли. То есть, вот она успела и с вами спеть, и с Шабдезом. Как-то так. Даже солистка... Это ей, браво, надо похлопать и сказать, молодец. Видимо, она этого хотела. Мы пока этого не хотим. Мы пока хотим петь в дуэте друг с другом. В шестете. Нас шесть человек в группе. А одного сегодня с нами нет. Он очень занят на коммерческом поприще. А что касается Султона, я хотел сказать, что человек действительно очень близкий нам. То есть, перед тем, как вступить в коллектив, как и все другие, он прошел долгую практику технического директора. То есть, носил колонки, вытирал шнуры, подносил ноты на репетициях, воду и чай ребятам в изнурительные минуты работы над новой концертной программой. И именно этим, как бы, подошел к тому, что ему сначала разрешили настраивать гитару, а потом уже играть на ней. Вот сейчас, вы видите, уже прогресс какой на лицо. Человек уже, он камеру даже ему доверен. Он снимает нас во время этого интервью. Пути пересекаются не случайно. Я хочу искренне пожелать, чтобы все те планы, которые вы наметили, дать концерты, покататься, отметить 20-летие, чтобы все это воплотилось в жизнь, чтобы, плюс ко всему, это было очень успешно, на высоком уровне. И чтобы все ожидания, конечно, были реализованы. В финале нашей беседы, друзья, еще раз послушаем новую песню группы Парэм «I Body Sabo». Это такой уже подарок от Камбарова, потому что очень красивая песня, и она достойна звучать в эфире Радио Сан-Сайзер Плюс как можно чаще. Вам спасибо, что пришли. Всех вам благ и всего самого хорошего. А в настоящий момент можно группе Парэм поаплодировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова